сегодня с вами ребята говорим про гипотиреоз соответственно эта история которая есть очень у многих и гипотиреоз может возникать по разным моментам и я расскажу базу которую вы должны знать для того чтобы профилактировать данное состояние напоминаю бывают разные истории аутоиммунка гипотиреоз гипертиреоз и все это серьезные моменты щитовидная железа ребята она просто страдает если в организме женщины есть дефицит витаминов минералов либо есть токсические моменты которые влияют на состояние соответственно могу сказать что гипотиреоз и дефицит железа магния это все реальные вещи гипотиреоз может корректироваться с помощью биологически активных компонентов конечно вы должны обсудить это с доктором и соответственно я расскажу то что я знаю и что я использую со своими клиентами я даю антиоксидантную защиту потому что если есть серьезная история с гипотиреозом то нужно укреплять антиоксидантами себя и здесь либо идет гриппайн с протекторами либо защитная формула я подбираю это четко всегда другой момент я даю подпитку щитовидной железе это келл йод активирует антитела и соответственно воспалительный процесс в щитовидной железе будьте аккуратны с йод содержащими препаратами соответственно для начала попробуйте много йод содержащих продуктов дальше если есть грязная лимфа лимфа на при грязной лимфе обязательно лимфодренаж и то что будет активировать следующее если есть проблемы с какими-то вирусами грибами я даю всегда коллоидное серебро чтобы эту всю историю погасить дальше я обязательно смотрю чтобы не было дефицита железа при дефиците железа конвертация нарушается и идет серьезная проблема дальше если мы говорим о про витамины и минералы то я всегда своим клиентам рекомендую вот что либо супер комплекс либо сок но не либо протеазу плюс все то что влияет на щитовидную железу конечно я даю им еще и боярышника энзим омегу-3 и коллоидные минералы именно так я работаю комплексно с людьми у которых есть а нарушение щитовидной железы и могу порадоваться за тех кто преодолел аутоиммунку либо ее держит при миссии потому что благодаря благодаря состоянию иммунитета можно управлять многими многими моментами и соответственно аутоиммунная это не всегда только диета иногда это дефицит витамина а дефицит витамина d соответственно это все влияет на гипотиреоз другой момент витамин а есть в еде и нужно думать как он приходит но есть еще один момент для нормальной работы щитовидной железы нужен йод селен железо цинк магний кальций витамин а витамин d витамин к витамин c витамин е b2 b3 b12 и тирозин вот если какого-то фактора не хватает щитовидка начинает тормозить плюс активная работа лимфы плюс никакого интоксикационного процесса я думаю единицы имеют все вышеперечисленное и соответственно каждый день это может меняться зависимости от того где вы были что вы ели с кем вы контактировали и это не страшно это можно корректировать вы сами себе можете помогать вы сами себе можете быть натуропатом нутрициологом ни в коем случае не доктором потому что если серьезные проблемы и должен решать доктор в остальных случаях профилактикой вы сами занимаетесь должны сами и доктор должен увидеть только ваши вау результаты соответственно опишите вопросы про щитовидную реализу я напоминаю что при дисбалансе микробиома при дефиците тех к факторов которые я назвала организм будет чувствовать себя но не очень хорошо поэтому ребята пишите вопросики